Как добровольцы спасали собаку и предусмотрено ли наказание для ее владелицы, расскажет Екатерина Хлемязева. Клички этого пса никто не знает. И имени его хозяйки тоже, хотя живет она здесь уже около пяти лет. Но ни с кем из соседей не общалась. На ее дом не обратили бы внимания, если бы не вой собак в ее дворе. По словам местных жителей, месяц назад женщина просто перестала кормить животных. Они плачут по ночам, боют. Они совсем истощены были, страшные такие. Их было трое. Осталось всего лишь двое собак. Одна умерла. Сильно очень худые, страшные, истощенные, потому что воют под окном постоянно. Постоянно плачут. После смерти одной из собак соседка попросила помощи в социальных сетях. Сделала фото. Откликнулись волонтеры. Несколько дней они подкармливали животных, перекидывали еду через забор. Звонили в полицию, но участковый так и не появился. Между тем, одному псу потребовалась срочная медицинская помощь. На свой страх и риск его решили забрать. Естественно, мы будем с ней пытаться разговаривать, почему так произошло. Ситуации бывают разные. Но, конечно, наверное, в любой ситуации до такого состояния нельзя животных доводить. В любом случае попытаемся поговорить. И если мы поймем, что человек исправился, то вполне возможно, и мы вернем животное. Ночь Гриша, так назвали спасенную собаку, провел в доме у волонтера. А утром его привезли в приют друг. Здесь, в приюте, Гриша будет восстанавливаться уже под присмотром профессионалов. Даже в клетке животному будет куда лучше, чем у нерадивой хозяйки. Тем временем ему постараются подыскать новый дом. Сюда собак, спасенных от голодной смерти, привозят часто. Почти всегда это породистые домашние псы. Вот Сэм, американский бульдог. Свои 9 месяцев должен весить около 60 килограммов. Но едва наберется 10. Как правило, до такой степени истощения это собаки именно хозяйские. Так как бегая по улицам, животное всегда найдет себе какой-нибудь кусочек, чего-нибудь хоть как-то поест. Сам человек кушает, например, три раза в день. И почему-то считает, что собаку покормить два раза в неделю – этого достаточно. Зоозащитники говорят, как правило, привлечь к ответственности тех, кто мучает своих питомцев, очень сложно. А хозяйку Грише застать дома так и не удалось. У нее осталась еще одна собака. На цепи. Жадно набрасывается на еду, которую ей перекидывают через забор волонтеры. Если владелица не отзовется, добровольцы попытаются забрать и этого пса тоже. Екатерина Хлемязева, Антон Щетинин, Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск.